Сегодня покажу вам вкусный рецепт торта «Клубничное облако». Для бисквита яйца разделяю на белки и желтки. К белкам добавляю щепотку соли и взбиваю в лёгкую белую пену. Белки взбились в белую пену, в лёгкую, теперь частями добавляю сахар. Белки хорошо взбились с сахаром, теперь убавляю скорость и ввожу по одному желтку. Когда белки все хорошо перемешаются, постепенно ввожу просеянную муку. Все перемешиваю на маленькой скорости, чтобы тесто не осело. В тесто добавляю сметану и аккуратно лопаткой перемешиваю сверху вниз. Бисквитное тесто готово. Кольцо диаметром 18 см обворачиваю фольгой. Аккуратно в кольцо вставляю пергаментную бумагу. В форму выливаю все бисквитное тесто. Форму с бисквитом слегка постукиваю об стол, чтобы бисквит равномерно распределился. Выпекаю в разогретой духовке при 170 градусах 50-60 минут. Для клубничной начинки свежие ягоды нарезаю на кусочки. Ягоды выкладываю в кастрюлю с толстым дном, добавляю сахар. Все хорошо перемешиваю, провариваю 1-2 минуты после закипания. В крахмал добавляю воду и все хорошо перемешиваю, чтобы не было никаких комочков. Вот такая вот крахмальная водичка у меня получилась. В ягоды выливаю крахмал, очень быстро все хорошо перемешиваю, провариваю 2 минуты, постоянно помешивая. Горячие ягоды выкладываю в тарелку, накрываю пищевой пленкой в контакт, даю полностью остыть. Начинка готова. Бисквит испекся, проверяю его зубочисткой, если зубочистка сухая, значит бисквит готов. Бисквит в таком виде оставляю на решетке до полного остывания. Для пропитки в клубничное пюре добавляю сахар, лимонный сок, воду, все перемешиваю, ставлю на огонь, варю до закипания, даю остыть пропиткой, пропитка готова. Бисквит остыл. Теперь бисквит вырезаю из кольца, убираю пергаментную бумагу. Вот такой вот шикарный бисквит, высокий у меня получился. Бисквит складываю в пакет или оборачиваю пищевой пленкой, убираю в холодильник на 5-6 часов, желательно на ночь. Сливочное масло комнатной температуры, добавляю сахарную пудру и все взбиваю. 3-4 минуты. К взбитому маслу добавляю сливочно-творожный сыр и все взбиваю. Клубничный шоколад растапливаю в микроволновке импульсами. Также шоколад можно растопить на водяной бане. Шоколад у меня полностью растопился. К шоколаду добавляю 2 ложки крема и все хорошо перемешиваю. Шоколад отправляю к крему и взбиваю еще 1-2 минуты. Крем хорошо перемешиваю лопаткой. Вот такой вот крем у меня получился. Готовый крем перекладываю в кондитерский мешок. На видео вам я показываю одну порцию крема. Бисквит провел у меня всю ночь в холодильнике. Теперь достаю бисквит и нарезаю на 3 равные части. Бисквит хорошо режется, даже не крошится. Верхнюю часть бисквита срезаю, она нам не понадобится. Теперь приступаю к сборке торта. На подложку наношу немного крема, выкладываю бисквит. Поливаю пропиткой клубничной. Выкладываю толстый слой крема. Крем аккуратно разравниваю. Теперь делаю бортики из крема. Клубничную начинку делю на 2 части. Одну часть выкладываю на крем. Аккуратно разравниваю ложкой. Сверху выкладываю второй кусочек бисквита. Также пропитываю пропиткой. Наношу крем. Делаю бортики из крема. Выкладываю начинку. Торт оборачиваю пленкой. Надеваю кольцо. Выкладываю третий кусочек бисквита. Слегка прижимаю. Пропитываю пропиткой. Накрываю пищевой пленкой. И убираю в холодильник на ночь. Торт достал из холодильника. Снимаю кольцо. Аккуратно убираю пленку. Аккуратно подравниваю крем. Теперь наношу крем и выравниваю торт. Вот такой вот вкусный торт. Клубничное облако у меня получился. Готовьте с любовью. Всем приятного аппетита. Полное описание ингредиентов можете найти под видео.